Всем привет! Зараз я буду пекти быстрое печенье до чая, до кофе, до молока, до компота. Я вам зараз скажу раскладку на одну порцию, но делать я буду больше, естественно, чем одна порция. Так что так, для этого мне понадобится мука. Еще раз, я все расскажу вам зараз на одну порцию. И в описании тоже будет. Под видео тоже рецепт именно на одну порцию. 300 грамм муки мне понадобится плюс-минус. Я уже недократно сказала, муки каждый раз иду по-разному. Производитель муки разный, мука делается из разных сортов. В разных сортов пшеницы разная клейковина. Потом от чего еще зависит. Например, сюда будет идти сметана. От густоты сметаны. Если сметана жидкая, муки пиде больше. Если сметана густа, муки пиде меньше. От размера яиц тоже все это зависит. Так что, примерно количество муки на одну порцию. 300 грамм. Мне понадобится 100 грамм сливочного масла. Масло такое, знаете, и не комнатная температура, и не мороженое. Такое, охлажденное, с холодильника. 100 грамм сметаны, 100 грамм сахара, 100 грамм творога, 1 яйцо. Любите ванильку? Положите ванильку или ванильный сахар. Если вы пользуетесь содой, добавьте пол чайной ложечки соды. Без горки. Если вы пользуетесь разрыхлителем, одну чайную ложечку разрыхлителя. Потом понадобится мне где-то грамм 100 сахара. Это еще кроме рецепта, потому что я буду печеньем макать с сахаром. Еще 100 грамм отдельно. И где-то грамм 50 постного масла. Тоже отдельно в тарелочке будем на настоять. Так, мука. Я добавляю сюда сливочное масло. Все это я буду робить руками. И теперь я сливочное масло просто так руками разъетру с мукою. Муку с маслом я так все, бачите, разъемняла. Получается типа крошки такой. Все это робится буквально за секунды. Добавлю я сюда сразу, чтобы не забудьте, ванильный сахар пакетик. Сода. Сахар. Все это я делаю быстро, быстро. Все вместе сложу. Ничего взбивать отдельно я не буду. Яйца. Творог. Творог у меня, естественно, домашний. И смотана. Смотана тоже дома. Тесто я приложила уже на стол и делаю замес на столе, потому что мысочка маленькая получилась у меня. Так, трошечки я мукою петрушувала стол, вымесивала. Самое главное, не забудьте тесто. Тесто получается мягко, дивиться все, что вы понимаете. Мягко, тако расплывчато. Муки хватит, больше не надо. Вимешивается воно дуже-дуже-дуже быстро. Все. Остаются крупинки творога присутствуют. Ну, если вы не любите, чтобы был творог в печенье, чтобы ощущался, возьмите творог и сбейте просто блендером. Но я люблю, когда в печенье чувствуются кусочки творога. Теперь я беру це тесто, ложу в пакет и отправляю в холодильник где-то минут на 20-30, чтобы тесто мое отдыхнуло. Тесто полежало полчаса в холодильнику. Зараз я начну с ним работать. Вот так, как я сделала замес больше, чем на одну порцию, то для того, чтобы не лучше с ним было работать, я его поделю на кусочки и просто буду с кусочками работать. А если вы вмесили на одну порцию, то можете одним кусочком. Так. Пока мы все отложим тесто в сторонку. Просыпаю мукой у стол. Тесто так чуть-чуть. Сильно не багато и немало там. И теперь мне надо цей кусочек тесто раскатать в пласт. Толщина пласта где-то миллиметров 5. Тесто раскатывается хорошо. Так, тесто я раскатала. Вот такая все толщина. Где-то 5 миллиметров. Больше не надо делать. Так, что теперь я делаю? В тарелочку я налила трошечки постного масла. Для чего? Я буду сюда вмочать свою формочку. У меня такая есть круглая формочка просто для печенья. Если у вас не мотает такой формочки круглой, берите просто стакан. Вмочаю и делаю кружочки. Тоди тесто не простое до формочки самой. А быстро отстает. И так с тусим тестом я быстренько сейчас сделаю. Теперь вот целое все тесто. Я положу сейчас обороток. И положу до общего теста сюда. Кстати, это делается по-быстрому. Так, теперь я буду показывать. Вот это я буду формировать свое печенье. Печенье, казалось, лечение. Называется конвертик. Так. Беру кружочек печенья. Тарелочка с сахаром. Сколько сахара? Ну, просто насыпала в тарелку и все. Вот так. Одну сторону я обмакаю в сахаре. Теперь я слажаю пополам. Одну вот эту половинку я опять обмакаю в сахаре. И для сахар опять слаживаю. Вот тут я кончики так вот трошечки, трошечки защипну. Чуть-чуть. Один вот этот кончик. И теперь вот всю эту печеньюшку я обмакаю в сахаре. Ну и все. Такая форма печенья у меня получается. Противень я заставила пергаментной бумагою. И печенья я буду свое так вылаживать. Вылаживать я их на расстоянии друг от друга. Потому что при выпекании печенья трошечки увеличится в размере. Ну и буду так делать со всем тестом. Пока мне не будет противень готовый. Теперь я уже свои печеньюшки ставлю я их в духовку выпекаться. Температура выпечки 180 градусов. Время ну где-то минут 30. Надо дивиться пока весь вони не станут золотистого цвета. Каждая духовка печенья по-разному. Так. И еще самое главное я забыла сказать. Если вы намесили цего теста багато. Больше например чем на один противень. Тоди оставшееся тесто. Это у вас осталось пока не выпекается один противень. Вы положите обязательно его в целлофан и в холодильник. Потому что оно будет расставать. А тесто расставшее с ним тяжело будет работать. Тесто должно быть охлаждено. Так что так вот. Все. Это печется. Минут где-то через 25. Я достану с холодильника оставшееся тесто. И буду делать на следующий противень. Пока я себе тот противень сделаю. Это испечеться. Это вытягиваю. И сразу ставлю ее трудно. И сразу ставлю ее трудно. Так я не советую вас. Так. А сейчас будем ждать. Отаку ось оговору вкусняшок я сегодня напекла. Печенье получается мягусенькое. Оно полностью все пропечене. Оно полностью все пропечене. Повностю. Оно не сире. сказать печенье цена вкус получается сладко если кто-то из вас не любая сладко так под дозировку сахара можете уменьшить на половину на порцию положить на 100 грамм а 50 вот так как мы сладко ежки так что для нас я дозировка замечательно честно печенье сладкое прелесть сейчас попробуем я знаю что оно вкусно а с холодным молоком это вообще просто бомба попробуйте спекти вы не пожалеете ну и всем пока до новых встреч пока пока субтитры сделал DimaTorzok